здравствуйте дорогие друзья сегодня мы оказались в красном яру снт транспортник и на данном участке мы будем монтировать прагу 3 стекла кр 001 монтаж в принципе не предвещает никаких нюансов дополнительных дымоход прямой на данном этапе мы установили плитку на пол сейчас будем устанавливать фасадные панели не чиха на стену будет крепиться фольгированный картон прямой проход кожух декоративный на топку проход перекрытия мягкая кровля на этом все пока ну а пока пара слов о главном герое камине прага 3 стекла от компании к камин главное достоинство камина в том что он не требует дополнительной облицовки это самодостаточное изделие его нужно просто установить у камина прекрасный обзор пламени у него три стекла и фронтальной шириной 700 миллиметров стальная топка футерована плитами из вермикулита очень высокого качества они изготавливаются в германии футеровка отражает тепло от огня тем самым делая пламя насыщеннее а жар мощнее дверка которую мы уже успели снять для удобства транспортировки имеет две точки фиксации в закрытом положении очень надежно система чистое стекло в этом камине работает безупречно не только для очистки фронтального стекла но и боковых стекол через конвекционные отверстия на задней поверхности камина будут выходить мощные потоки нагретого воздуха а на задней стенке топки в центре вермикулитовых плит имеются отверстия через которые подается вторичный воздух для горения их работу мы обязательно увидим при тестовой протопке после окончания монтажа так что досмотрите ролик до конца и не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые интересные видео камин очень мощный 14 киловатт поэтому для дыма удаления нужен дымоход диаметром 200 миллиметров и начнем мы именно с подготовки дымохода дом со вторым светом поэтому хозяин принял решение окрасить трубы в цвет камина в черный для этого зеркальную поверхность внешнего контура сэндвич труб замотируем с помощью наждачной бумаги чтобы краска не отсваивалась после окрашивания поверхность труб нужно обезжирить на улице довольно прохладно поэтому перед окрашиванием слегка подогреем поверхность труб строительным феном окрасить будем крем неорганической термостойкой эмалью вместе с трубами окрасим все крепежные элементы хомуты фланцы да и все остальное пока окрашенные поверхности подсыхают займемся защитой и декорированием стены за камином мы порекомендовали заказчику оформить стену фиброцементными плитами не чиха кроме того что они прекрасно подходят под своим свойством для защиты стены от нагрева так и выглядят очень достойно нарежем панели не чиха в размер монтируются они очень просто на специальные клеймеры стальные профили для гипсокартона послужат нам направляющими для монтажа стеновых панелей не чиха обратите внимание стены дома выполнены из бруса поэтому направляющие крепим к стене с помощью вот таких уголков чтобы при усадке дома наша конструкция сохранила свой внешний вид на стену между профилями степлером крепим фольгированным базальтовый картон стыки листов фиксируем металлизированным скотчем также проклеиваем скотчем место примыкания картона к профилю устанавливаем плиты одну на другую все готово и можно приступать в буквальном смысле к самой тяжелой части монтажа будем заносить камин в дом для удобства нам пришлось даже соорудить специальный трап камин весит почти 180 килограммов поэтому заносим его вчетвером аккуратно устанавливаем и вот уже что-то вырисовывается отрегулируем положение камина с помощью регулировочных ножек навесим часть элементов которые мы сняли перед перемещением и приступим к монтажу дымохода с помощью отвеса определим центр оси дымохода и наметим будущие контуры проходного узла в кровле убираем часть утеплителя и ветрозащиты и идем на крышу для того чтобы проделать проем по традиции стены и элементы кровли будем защищать панелями из минеральных матов rock wall fire pads которые устанавливаются в распор а сам короб мы сделаем из огнеупорной плиты и силиката кальция кстати о том как мы тестировали его теплоизоляционные и огнеупорные свойства на нашем канале есть подробный ролик ссылка вверху и в описании важный момент примеряем первые модули дымохода для того чтобы убедиться что стык верхних труб окажется ниже защитного короба так и вышло придется немного укоротить первый модуль трубы теперь можно герметизировать все стыки и снова собирать дымоход также водружаем на место декоративный короб который скрывает под собой трубы он придает камину элегантный завершенный вид его кстати при необходимости можно нарастить элементы можно докупить в нашем магазине последние штрихи устанавливаем декоративный элемент проходной разделки закрепляем его фланцами фиксируем дымоход в вертикальном положении с помощью стенового кронштейна и вновь идем на крышу теперь уже набивать короб базальтовой ватой и устанавливать кровельный проход на нашем канале есть подробный ролик с описанием этого процесса обязательно посмотрите его ссылка вверху и в описании а впереди у нас первая протопка боковые поверхности панели не чиха закроем декоративными уголками наведем порядок и затопим камин благодаря тройному остеклению обзор пламени открывается со всех сторон и на этих кадрах прекрасно видно работу вторичного дожига несмотря на то что внутренняя отделка еще не закончена в доме уже очень уютно а купить камин прага 3 стекла комплект дымохода и все необходимые материалы для установки и монтажа можно в магазинах фарнакс и на сайте фарнакс точка ру ждем вас и до новых встреч